Дорога чемпионов Архитектурного вуза Без дебатов не обошлось Засуха подкралась незаметно Коммунальная авария оставила без воды Жители сразу трех самарских поселков Крылья сложили палатки Корабейникам, торгующим уже до вокзала Сегодня испортили бизнес Прощай очередь В Самаре открыли отделение почты нового формата 100 тысяч кубометров песка И 60 тысяч тонн щебня В Самаре полным ходом идет строительство Улицы Арена 2018 Эта дорога станет основным маршрутом Для футбольных болельщиков Строители работают за делом на будущее Улицы рассчитаны для всего Комплекса застройки вокруг стадиона С обочины дороги чемпионов Репортаж Андрей Горгуленко Сейчас улица Арена 2018 Это только тонны песка и щебня Но уже через год Именно этой четырехполосной дорогой И девятью метровыми тротуарами По краям и пойдут болельщики Чтобы переживать за свои любимые команды На чемпионате мира Арена 2018 соединит две самарские магистрали Волжское шоссе и улицу Демократическую Съезд к стадиону будет осуществляться Через пересечения с улицы Дальней Сейчас на объекте длиной почти 3 километра Заканчиваются земельные работы Песчаный слой работники уложили уже наполовину И приступили к строительству щебеночного основания Все материалы проходят Обязательный контроль на соответствии качеству У нас повседневный контроль лаборатории заказчика Они здесь каждый день бывают на объекте За ходом строительства Ежедневный контроль Плюс у нас на объекте также своя лаборатория Которая выполняет работы по контролю качества выполняемых работ Пересекать дорогу пешеходы смогут по подземным переходам Их пропускная способность до 12 тысяч человек в час В тоннеле спускаться смогут и маломобильные горожане и велосипедисты Пандусные сходы готовы на треть А вот сами переходы почти полностью Мы сейчас сделаем самый главный конструктив Пустить дорожников А потом уже начинаем отделку Здесь у нас получается Низ полы идут Гранитная плитка А внутренняя отделка Будет окраска Сейчас на объекте трудятся 60 человек И 38 единиц спецтехники В начале июня дорожники начнут укладывать асфальт А уже в ноябре здесь полностью откроют движение Андрей Грагуленко, Григорий Прешаков События Четыре факультета, одна кафедра и лицей осессивания получили новый статус Стали структурными подразделениями сам ГТУ Решение принимали на заседание ученого совета вуза Не все участники были за такие изменения Без дебатов не обошлось Все аргументы выслушала Лариса Шалафаст На повестке дня ученого совета технического университета Выделение факультетов архитектурного института в самостоятельные подразделения сам ГТУ В прошлом году после объединения технический университет получил статус опорного вуза В стране таких всего 11 Они ориентированы на решение задач региональных экономик и подготовку квалифицированных кадров По мнению ректора Дмитрия Быкова изменения в структуре вуза необходимы и пойдут только на пользу Факультеты станут более самостоятельными, у каждого появится свой ученый совет Участники совета сразу интересуются, как в случае объединения оформлять документы Ничего не меняется Вы и сейчас не самостоятельный архитектурно-строительный институт Вы структурное подразделение Факультет ваш остается Работайте, пожалуйста, все документы будут выданы Также в отдельные подразделения предлагается выделить межвузовскую кафедру и архитектурный лицей А также реорганизовать редакционно-издательский отдел Нам нужны единые технологии работы по всем нашим внутренним процессам Сейчас мы объединим все, что лучшее имеется в архитектурно-строительном институте В частности, в РИО Это все возьмем на вооружение и выстроим единый процесс Для этого мы все и делаем Что касается руководящего состава архитектурно-строительного института Проректору уже выдано уведомление о сокращении С чем он категорически не согласен Были заверения объединяться только как партнеры Только на паритетных началах А теперь давайте разгромим все это И сделаем это с нарушением законодательства Зачем объявлять сокращение штатов? Мы так и решим Предложим на более низкую должность Это нарушение трудового кодекса Михаил Иванович, он жалуется в организации, в контролирующие органы Там жалобы рассматриваются И я думаю, что контролирующие органы Они соответствующим образом Если мы что-то нарушили, нас поправят Решение принято Члены ученого совета проголосовали за изменения Строительный институт перестанет существовать через три месяца Ректор подчеркнул, что кроме дирекции архитектурно-строительного института Сокращений не будет В этом году СМГТУ ждет аккредитация От результатов которой зависит будущее опорного вуза Лариса Шлафаст, Константин Головин, События 73 тысячи самарцев остались без холодной воды Ее отключили в поселках Мехзавод, Крутые ключи и Новая Самара Это произошло из-за утечки на водоводе диаметром 700 мм По одной из версий трубу повредили дорожные рабочие Которые проводят реконструкцию московского шоссе В результате аварии без воды остались 673 жилых дома На данный момент закончены только сварочные работы Водоснабжение должны восстановить к ночи СКС организовал подвоз питьевой воды бойлерами Которые выставлены по нескольким адресам Утром был произведен демонтаж разрушенной трубы Была подготовлена новая труба для монтажа В районе 11 часов рабочие были готовы завести новую трубу Но началось оседание грунта По состоянию на 11 часов идут дополнительные земляные работы Расчищается грунт вокруг котлована Расчищается сам котлован для того, чтобы освободить место Завести и установить новую трубу Тепло ли тебе Самара? В Белом доме обсудили итоги прошедшего отопительного сезона Он был затяжной С 26 сентября по 28 апреля И крупных аварий, к счастью, не было Но все же тепловые сети города нуждаются в реконструкции А значит дополнительном финансировании Сколько выделят денег на перекладку труб Расскажет Мариана Мирная С отопительным сезоном справились без происшествий Почти Глава Самара Олег Фурсов отчитался на координационном совещании в Белом доме Осенью 2016-го отопление в городе было включено раньше обычного Да и с отключением тепла в домах самарцев не торопились Причиной тому были погодные условия Несмотря на то, что зима оказалась необычайно длинной Тепловые сети выдержали испытания достойно Была лишь одна непростая аварийная ситуация И ее незамедлительно решили Был выявлен случай сокрытия аварии Это по улице Середовской, 17 О чем уже говорили представители прокуратуры Когда управляющая компания Ее также называли в течение нескольких дней Не информировала город, городские власти О невозможности самостоятельного устранения Последствия более крупной аварии Поэтому факту были наказаны Должностные лица внутри городского промышленного района Из управляющей компании Управляющая компания на настоящий момент На территории города не работает С ней приличны все отношения Ситуация в области не самая благоприятная Во многих городах и районах Не были получены паспорта готовности К отопительному сезону Чтобы избежать повторения ошибок в дальнейшем Необходимо усилить контроль за сферой ЖКХ И расходовать средства с головой Заявил Сергей Чабан 57% тепловых сетей Расположены на территории Самары Оценены как ненадежные И нуждающиеся в перекладке Около 70% тепловых сетей Переданных ООПТС на безвозмездной основе В настоящее время Имеют истекший расчетный срок службы В среднем в год в Самаре перекладывается Не более 2-3% тепловых сетей При этом в тарифе заложены расходы На их содержание и инновацию Изношенные тепловые сети Настоящая головная боль администрации Поэтому было принято столь нужное для Самары решение Городу выделены деньги из областного бюджета На перекладку тепловых сетей Летом этого года планируют заменить и отремонтировать Почти 44 километра труб Стоимость этих работ составит 5 миллиардов рублей Мариана Мирная, Станислав Левин, События Приведут в порядок не только дорогу Но и прилегающие скверы В Самаре ремонтируют улицу Молодогвардейскую Здесь появится новый асфальт Газон, уличное освещение, дорожная разметка Чтобы не мешать движению Работы ведутся в темное время суток Этой ночью не спала и Олена Чемерис Ровными слоями асфальт ложится на проезжую часть Этой ночью, приводит в порядок Молодогвардейскую Основные работы по комплексному ремонту В темное время суток Чтобы не мешать движению Улица преобразится от Вилоновской до Невской Здесь благоустроят тротуары, газоны, установят бордюры Обновят дорожное полотно, нанесут разметку Улица Молодогвардейская Включает в себя также ремонт сквера 30 лет победы вместе с фонтаном Также сквер Шанхай и сквер Галактионова На данных скверах будет установлено новое освещение Система автоматического полива газонов Будет выложена плитка В планах закончить комплексный ремонт до конца октября Но рабочие идут с опережением графика Контроль на каждом этапе Если будут обнаружены нарушения, подрядчику предстоит их устранить Гарантия на новый асфальт 5 лет На разметку 2 года Такая дорога, уверяют рабочие, прослужит долго Будут ездить и грузовики, и легковые автомобили Есть гератийный срок, дорога отстоит и даже больше Работа на Молодогвардейской спланирована так Чтобы по улице в любое время можно было проехать Полностью здесь движение не перекрывают Автомобилистов просят по возможности Не парковаться вдоль проезжей части Комплексный ремонт дорог Одновременно ведется по всему городу Сейчас также в порядок приводят Красноармейскую фрунзу Максима Горького Венцека Дыбенко Алина Чемерис, Василий Колдашов, События Приговор адвокату останется без изменений Рамиза Мамедова обвинили в мошенничестве В особо крупном размере Осудили на 5 лет колонии По материалам дела В прошлом году адвокат сообщил супруге своего подзащитного Что с его легкой руки судья вынесет не столь суровый приговор Как изначально планировалось За свои услуги Мамедов запросил полтора миллиона рублей Но, как выяснилось, повлиять на решение суда у него возможности не было Адвоката сотрудники ФСБ задержали с поличным Поясните происхождение этих денег, откуда они у вас Просто вынесла и вам отдала Ну, достала и бить За что конкретно? Можете признать? Она вам должна за что-то или что? Я представляю интерес ее супругу в уголовном суде производства В три фраза завернуты денежные средства По 5 тысяч рублей каждая купюра Три стопки маража денежных средств По 100 штук в каждый Апелляционные жалобы с просьбой смягчить наказание Мамедову Рассматривали в Самарском областном суде Приговор решено оставить прежним Незаконной торговли боя в железнодорожном районе Самары Устроили переполох на стихийных рынках Сотрудники администрации вместе с полицией ловили нарушителей Которые развернули торговлю в непредназначенных для этого местах Зачастую после таких торговцев на улицах остается мусор А сами продавцы не имеют никаких документов В рейд ходила и Марина Матвейшина Марина Матвейшина, документы у вас есть на решение торговать? Ни у кого их, по-моему, нет То есть вы нарушаете статью 6.1 Сейчас на вас бессоциальный административный протокол Протоколом продавца уже не удивить Мария Зверева торгует в киоске возле железнодорожного вокзала уже много лет Документы на торговлю не оформляет хозяин палатки А штраф за их отсутствие приходится платить женщине из своего кармана Да здесь всю жизнь торговали Здесь же торгуют 25 лет Лучше я штраф заплату в 1000 рублей раз в месяц, грубо говоря Чем я пойду работать за 6000 рублей Пока сотрудники районной администрации и полиции Составляют протокол на одного продавца Другие скрываются, предварительно прикрыв товар от лишних глаз и рук Такие рейды районные власти проводят регулярно Точки, которые торгуют незаконно, периодически появляются То есть мы стараемся, поставляем протоколы на них Объясняем, что их действие незаконно Что в дальнейшем на них будет продолжаться и дальше Составляются протоколы То есть они должны прекратить Либо получить законное основание для торговли Многие торговцы, заплатив несколько раз штраф, понимают Заниматься продажей незаконно невыгодно Тогда они либо добиваются разрешения на торговлю в администрации Либо уходят в отведенные для этого места Районные власти будут выходить в рейды до тех пор Пока полностью не искоренят незаконную торговлю на улицах города Тогда, говорят сотрудники, и город будет выглядеть лучше И не превратиться в большой базар Марина Матвеевична, Сергей Баскин, События В Самаре дешевеет жилье на вторичном рынке Сколько сейчас средним придется отдать за один квадратный метр Знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст Здравствуйте! В конце недели нефть дешевеет Баррель марки Brent стоит 51 доллар 60 центов Валюта дорожает На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 56 рублей 75 копеек Евро 63 рубля 66 копеек Золото стоит 2266 рублей Серебро 30 рублей 92 копейки за грамм В самарских банках сегодня дешевле всего Доллар можно было купить за 56 рублей 88 копеек Дороже всего продать за 56 рублей 50 копеек ОСАГО подорожает почти для 11 миллионов автомобилистов Самые дорогие полисы будут для водителей моложе 29 лет Количество банковских мошенников в стране выросло на 30 процентов Сообщило Объединенное кредитное бюро Потери банков превысили 13 миллиардов рублей Причем Привозский федеральный округ в лидерах Здесь выдано 76 тысяч кредитов, которые заемщики не спешат отдавать А в Самаре дешевеют квартиры По информации фонда жилья и ипотеки В апреле один квадратный метр на вторичном рынке подешевел на 8 процентов И в среднем составил чуть больше 58 тысяч рублей На этом все. Удачи в делах! В Самаре открылась почта будущего Так шутку сами сотрудники называют почтовое отделение нового формата Обслуживать здесь в два раза быстрее, чем обычно Если очереди, то электронные И нет перерывов на обед Пока в Самаре только одно такое отделение Однако в течение года должны открыться еще 12 Как выглядит почта мечты любого россиянина, увидела Валерия Макарова Например, если мы хотим узнать, сколько будет стоить отправление Ну, например, отправление будет вот таким Мы его укладываем на лице и нажимаем узнать стоимость отправки Теперь не нужно стоять в очереди, чтобы отправить посылку С помощью такого терминала все можно сделать самому В почтовом отделении на Мичуре-9 теперь все по самым современным стандартам Есть автоматизированная система хранения и выдачи отправлений Почтомат Еще из нововведений на почте появилась раздевалка Это для тех, кто заказывает одежду или обувь в интернет-магазинах Теперь для их примерки идти домой не нужно В офисе полностью обновили и технику А все сотрудники прошли обучение Главная задача такой реконструкции Это борьба с очередями и повышение комфорта Это новый стандарт абсолютно Здесь новые программы, новые оборудования Но самое главное новые подходы Подходы, которые позволяют людям значительно расширить спектр услуг Создадут удобство Теперь только старые фотографии напоминают, каким было это отделение до реконструкции Занимали в несколько окон сразу Почему? Потому что у кого-то зависнет компьютер И уходили в другое окно Идешь на почту, по часу иногда и дольше ожидали Сейчас это самое современное почтовое отделение в Поволжье Оно буквально получило вторую жизнь Реконструкция длилась почти год В свое время город Куйбышев славился тем Что все передовые технологии, передовые учреждения, организации Создавались и открывались именно в городе Куйбышеве И последние пять лет мы видим, что самые уникальные проекты И самые современные предприятия открываются именно в городе Самара Это стало возможным с приходом в Самарскую область губернатора Николая Ивановича Меркушкина Почтовое отделение нового формата уже работает в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле и других городах России В Самаре их должно появиться еще 12 до конца этого года Валерия Макаров, Василий Колдашов, События Речной туризм раздвигает границы Сызрин принимает теплоходы на швартовку В этом году проект будет работать в тестовом режиме А в год проведения Чемпионата мира по футболу Планируется его включить в регулярное расписание круизных судов Из речного порта Самары вернулась наш корреспондент К третьему причалу Самарского речпорта швартуется судно на подводных крыльях «Восход» Скоростной катер привез туристов из Сызрани Путешествие по Волге заняло всего пару часов и стоило 400 рублей за билет Это быстрее и дешевле, чем на электричке или автобусе Открытие скоростной линии после почти 20-летнего перерыва состоялось в сентябре прошлого года Сейчас на ходу три катера класса «Восход» Судам советской эпохи хоть и 40 лет, но они прошли капремонт И готовы послужить отдыхающим Судно получилось более экономичным, более быстроходным И с комфортом перевозят пассажиров на скоростных транспортных маршрутах В этом году в Сызрань кроме скоростных судов будут входить и круизные лайнеры Они там не останавливались уже более 10 лет Специально для швартовки кораблей углубили дно и укрепили причал В этом году речной порт в тестовом режиме сможет ежедневно принимать до 10 теплоходов В следующем уже сотни судов А в туристической поездке по Волге этот уездный город уже числится как культурная достопримечательность Это обзорные экскурсии, это прогулки по центральной части с посещением Кремля, Крывеческого музея Достаточно большое и интересное в Сызране Мы сможем предложить прогулки по садовому подворью Это познакомиться с хозяйством местных умельцев, которые выращивают и виноград, и орехи И предлагают это и к реализации С каждым годом для путешествий все больше самарцев выбирают речной транспорт В прошлом сезоне продали больше 1 миллиона билетов Будь то круизные теплоходы или речные трамвайчики и восходы Самарский регион занимает второе место после Москвы по пассажироперевозкам в России и первое в Поволжье Марина Кравцова, Сергей Кизоркин, Василий Колдашов, События Веселые и находчивые студенты соревнуются в остроумии В межрегиональной лиге КВН Самар определились первые 4 полуфиналиста Игра была одной из самых сильных в сезоне, признали жюри За звание самой смешной команды сражались самарцы и гости из Саранска, Уральска и Омска О чем шутят молодежь? Репортаж Валерии Макаровой Добрый вечер! С вами команда КВН Распутин и Старижский факультет Педа-ниверситета Перед вами стоят люди, имеющие определенное отношение к истории Да-да, мы все живем в Хрущевках, а я в Сталинке, это, кстати, наш лидер Юмор историков пришелся по душе и залу, и жюри После первого конкурса у команды Распутин, все пятерки Пять, 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 пять Это четвертьфинал межрегиональной лиги КВН Самара Команда шести вузов города соревнуется в остроумии Темы не ограничены ничем, кроме фантазии Брежнев заметил в голе грабителя и зашиб его насмерть пешагом с орденами На вопрос жены, где ты провел прошлую ночь? Основатель компании Google выдал ей 180 тысяч возможных ответов Шутят даже студенты в погонах Команда юридического института ФСИН уже второй год успешно выступает в межрегиональной лиге КВН Процесс проходит довольно тяжело Буквально ночью мы придумываем эти шутки Но делаем это все вместе, общим коллективом И это доставляет нам неимоверное удовольствие Просто сам процесс именно Это сплочение Вообще КВН это очень хорошая игра Играйте в КВН! Самарское движение КВН поддерживает муниципальная программа «Молодежь Самары» Основная цель – создать все условия, чтобы молодежь могла реализовать себя В том числе и в творчестве Среди задач и формирование активной жизненной позиции Развитие сотрудничества в молодежной среде На мой взгляд, это одна из наиболее интересных молодежных игр Которая захватывает все большее количество молодежи Где интересно, где весело, где классно, задорно В общем, это круто А ты же не должен был так на лизарке вернуться Так и в подводной лодке дырки не должно было быть Зрители и жюри признают – это была одна из лучших игр в сезоне Это была крутая игра, я сейчас искренне много раз видел игры И я сегодня, когда Саша Волоков, ведущий чемпион высшей лиги, сказал, что не свернули вас в челюсти Я хотел аплодировать, это действительно было сегодня редкость такой испытываешь Самую высокую оценку получила команда историков «Распутин» – 9,8 балла Мы тоже поздравили победителей и узнали, как они придумывают свои шутки Мы их откапываем, 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 значит, потихонечку там откапываем Вот, у нас популярность сейчас зарабатываем, поедем дальше копать шутки Недавно купили учебник Задорнова по истории, там столько шуток интересных Ну, готовьтесь к полуфиналу, еще что-нибудь накопаем Всего в полуфинал прошли четыре команды «Правком Манчестер Юнайтед», «Распутин», «Неваляшка» и «Люди в Синем» Еще четыре определятся по итогам игры 1 июня Валерия Макарова, Василий Колдашов, События Мама, папа, я – спортивная семья Кто самый сильный, точный и быстрый Уже в третий раз выясняли самарские династии О физкультурном празднике расскажет наш спортивный корреспондент Сергей Кизоркин Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта» В семье Кичинах все спортсмены Мама Наталья занималась легкой атлетикой Папа Никита – футболист почти 30 лет По стопам отца пошел и сын Иван Родители уверены, чтобы приучить ребенка к спорту Личный пример – самый действенный Мы с ним занимаемся плаванием, мы бегаем То есть мы полностью все виды спорта стараемся применять Ездим на велосипедах на природу И все остальные виды Санимаемся лыжами, сноубордом и всем остальным Очень хорошо, что такие соревнования в Самаре проводятся Пропоконтируется здоровый образ жизни В общем, мы очень рады и с удовольствием принимаем участие 18 самых спортивных семей Самары вышли на старт городских соревнований Моя семья – спортивная семья Прежде чем выяснять сильнейших в ловкости, скорости и точности На городском празднике команды прошли районные соревнования Мы считаем, что это соревнования очень важные Не менее важные, чем проходят чемпионаты и первенство города Потому что все воспитание, отношение к спорту, к физкультуре происходит в семье И если сегодня ребенок вместе с своими родителями выступает здесь Значит, я считаю, что очень большая вероятность того, что ребенок будет заниматься сам спортом Будет здоровым и полезным для себя и для общества Самыми спортивными оказались семьи Красноглинского района Они попали на пьедестал в обеих категориях Семья Грибановых стала первой, опередив другие семьи с детьми от 6 до 9 лет А вот семья Кулаковых стала второй с ребенком в возрасте от 10 до 12 лет А по одной награде получили семьи из Куйбышевского, Октябрьского, Ленинского и Кировского районов Это были новости спорта от Сергея Кизоркина Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой На этом наш выпуск завершен Удачи вам, увидимся Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!